Матч национальной баскетбольной лиги регулярный сезон у нас стартовал сегодня. Повторный матч между Тобол из Костаная и Ак-Тубе. Вот он, спортивно-развлекательный комплекс Костанай, где, собственно, состоится этот матч. Я думаю, он будет не менее интересным, нежели то, что мы увидели накануне. А накануне мы увидели равную игру, где, собственно, никто не хотел уступать. Но, я думаю, мы не раз будем вспоминать этот матч и говорить о нем. Ну, собственно, я думаю, к матчу все готово. Сегодня у нас два матча Тобол-Ак-Тубе и 20.00 по времени столице, города Нур-Султан. Такое западно-казахстанское противостояние. Каспей из Ак-Тау принимает барсов от Ирал. Ну, собственно, тоже вчера мы увидели зрелищный поединок, где барсы праздновали победу. Ну, а касательно вчерашнего противостояния Тобола и Ак-Тубе, то в целом все у нас было равненько. И напомню, что этот сезон для команд юбилейный. Ну, и вот она, сравнение команд, место в таблице. Вот Тобол после вчерашней победы на второе взобрался после Астаны. Ак-Тубе четвертый. Ну, и, в принципе, статистика, я еще думаю, о ней вот именно касательно места в таблице говорить рано. Но вот зато можно ознакомиться с процентом попадания двухочковых и так называемых трехочковых. Вот с игры, штрафные, вот подборы 42-41. Видите, практически равные цифры, как, собственно, и передача, где вот Ак-Тубе немножечко получше смотрелся. Перехваты тут тоже все равненько 7-7. Вот блокшоты 2 было у Ак-Тубе. Ну, и потери. Ну, в принципе, видите, вот, собственно, то, что мы выше говорили, довольно равный матч мы накануне посмотрели. И напомню, что вчерашняя игра у нас закончилась со счетом 77-74 в пользу Тобола. Ну, это совсем ничего. Вот, собственно. Сейчас, я думаю, тут нам показывают состав Ак-Тубе. Арсен Телеов, Баханалин, Багдаглаш, Антономарев, Александр Евдокимов, Константин Двирный, Василий Петришенец, Александр Папшев, Сергей Барматин, Танислав, Равалов. Ну, и вот, собственно, на нем кемпионный сезон стал на 2-й подбород, с подбородом. Валерий Петришенец, Александр Папшев, Баханалин, Техват. как Ахмеджан, Никита Тимофеев и Максим Жуков. Ну и лучше вчера у Тобола был Шейм Куанов. У него 25 очков, 11 подборов, 6 передач и 2 перехвата. Ну и арбитры сегодняшнего матча Александр Артюшихин. Помогает Евгений Охрамов и Влад Ерешенко. Это те, кто сегодня будут этот матч судить. Ну и касательно лучших в Тоболе накануне. Кроме Шейма Куанова был Антон Быков. 11 очков, 11 подборов, 2 передачи и 2 перехвата. Ну и государственные гимны Республики Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и главный тренер Ак-Тобе Лен Шакирова. Работает с командой Запада Казахстана. Вот он и на ваших экранах. Представительница прекрасного пола. Ну и вот, собственно, сегодня Ак-Тобе, я думаю, постарается дать бой. Ну и Тимур Султанов, главный тренер команды Абол из Кустаная. Ну и вот, собственно, я думаю, к игре все готово. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Каски не встречает И лидер Атак Костанайской команды Зарабатывает первые очки в этой встрече 6-5 дабл вновь впереди Вчера, кстати, Шаим Куанов Заработал дабл-дабл 25 очков он набрал 11 подборов и 6 передач Антон Быков 11 очков и 11 подборов У него тоже дабл-дабл Ну а в составе октября легендарный Антон Пономарёв 19 очков, 12 подборов 4 передачи, 1 блокшот И первого трёха от Антона Не залетает 6-5, да, очень интересно, конечно Посмотреть за Ахтубе впервые И за главного тренера Элен Шакирова тренирует эту команду Олимпийская чемпионка 92-го года В Барселоне в составе Российской сборной Так вот, очень много прессы Она получила и у себя на родине Напомним, паспорт Российской Федерации И у нас И, удивительно, да Конечно, выбор менеджмента Баскетбольного клуба Ахтубе Ну, интересно, интересно Два очень ярких Представителя баскетбола Да, не отечественного, ну, скажем так, мирового Потому что мы считаем, что Антон Пономарёв Один из лучших баскетболистов В истории нашей страны С появлением Антона Наверное, у ряда болельщиков Ахтубе теперь Появилась надежда на медали Так как в прошлом году Все вы прекрасно знаете Что Астана Безоговорочно выиграла Девятый Девятый подряд Чемпионат Барса из Атрау Заня второе место Ну, и третье место Как раз вот Итаболу досталось И в этом году Ахтубе И в прошлом Без Пономарёва И ряда других игроков Они были такой Командой Загадкой Нестабильной командой В этом году, конечно Антон и компания Будут бороться за медаль Ну, что ж Очень уверенно Такая очень красивая Встреча Начала её Дальний бросок И отличный момент Реализует 18-й номер В составе Табола Это Никита Тимофеев Молодой игрок 98-го года Никита Конечно, возлагает Тимур Султанов Главный тренер Табола На него надежда тоже Тимур Совсем недавно Завершил свою Баскетбольную карьеру Был он Также на позиции Разыгрывающего Играл он И с Антоном Быковым И с Шаимом Куановым И с Глебом Жуком В этой команде И сейчас руководство Костринайского клуба Именно Доверило Бразды правления Молодому тренеру Тимуру Султанову 13-7 Пора бы взять Тайм-аут Но Пока что За 4 минуты Что мы с вами Увидели Всё-таки Равный баскетбол Пономарёв Против него Активно играет Никита Тимофеев Посмотрим За позиционной атакой На Кюбе Передача И за другие Атакуют Очень хороший шанс Но к сожалению На подборе Сейчас у чужого счета Никого не оказалось Фол Нарушает правила Ну Очень мало кстати фолов Уважаемые Зрители в этой встрече 13-7 Вчера Именно На этой половине Времени Команда из Актюбе Была В роли лидера Первая четверть Завершилась С счетом 16-21 Ну вот сегодня Первые минуты Команда Российского тренера В актив В актив По Астана Астана Уже провела Свои дуэли Встречи С главными Конкурентами Назначена Астана 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 Остановить Шаим Куанов Сейчас Встречает Своего соперника Дальний бросок И вот Отличная атака 13-12 Минимальное преимущество Команда Хозяя паркета Куанов Шаим Ищет Ищет Сам Нет Сам В краску входит И опять Никто не встречает Разыгрующего Команды Таболы И спокойно Он свои очки набирает Вновь преимущество Плюс 3 У Табола Дальний бросок И забивает И Быстрая атака Блин Здесь Его трешка Залетела Полить Не стоит И сам взял мяч Сам подобрал И сам завершил 19-й мяч Видимо, что появился Делвин Миллионер Автюбинский Ну что, Милиин Это Кирпич Перехватывает Передача Здесь Стэпбэк Бросок Очень классно Да, сейчас Забросить мяч Игрок Актюбин Но не получилось Но вот Вторым темпом Все-таки Актюбинской команде Удалось забить 2 очка И выходят они вперед Ну и соответственно Реагирует Главный тренер Тимур Султанов Ему не понравилось Что очень Вальяжно Его игроки действуют В атаке И в защите И поэтому взял Первым Таймаут В этой встрече И поцелу Игрок В этой встрече Игрок Игрок Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 стал сейчас персонально защищаться против столк начинать свою атаку атаку своей команды нужно сейчас бодро начинать спать фолда n1 отлично только можно счет сравнять не сравняйте даже если одно очко забросит команда из актюбинска 2322 но сейчас по факту 2321 не обращайте внимание на счет у нас в национальной лиге такого счета я думаю в этом году не будет очень равной командой и 1 бонусный балл и релизу 2322 без палаты фактически отобронялись полка это вот шикарно сика 23 греха со счетом смотреть передача лишь можно из-за дуги бросать и выводить команду вперед до 26 23 26 23 вновь выходит вперед команда из костаная и спеша долин своего коллектива как же прошел здесь лэйап не проходит антон быков первый на подборе и шаимхуанов разгоняет атаку своей команды из-за дуги будут бросать нет и сполда мальков против него не правило хотел уже сделать передачу краску на быкова но раньше баскетболис актюбельки а то стим сергей барматинков против него правило наружу что сейчас сам пострадавший максим легендарный будет мяч водить быков ставить заслон нет получает хорошо мячет скланова но его закрыт даун и фоук маяков гоняет атаку своей команды по секунду завершение этой атаки и быков вот здесь тоже фол уже вторую кстати и команды сейчас два штрафных бросков бросать ядрый на площадке 11 антон игру сборной казахстанами ну и второй копной бросок 27 23 панамарёвка начинает атаку своей команды антон пытается придумать доминировать первую часть получилась неудачно вот здесь можно на подборе подбороться да антон панамарёв без хвала без хвала один из самых высоких на площадке 2 очка не смог он набрать 28 23 и смотрим теперь за атакой в прошлом году напомним они стали бромными призерами также не глядя передачей здесь трешка внула залетает да вот вот это мы говорили 31 25 обратно снова нужно доказывать мяч и собраться смотрите сведений шикарно ну вот он красивый ответ уже от оттюбинской команды 31 28 31 28 очень перспективная команда от любви год за годом добавляют каспий ну и понятно что там был и отравлю главный фаворит этого сезона один гимон есть это а а а а а а а а Вчера, кстати, они свой матч в Нижнем Новгороде проиграли. Хотя сделали все предборщиков на старте этого сезона, на старте Единой Лиги ВТБ, обыграв на выезде очень крепкую команду, которая будет принять на самую высшую медаль Единой Лиги ВТБ – Санкт-Петербургский «Зенит». Новый тренер, новые игроки, новые легионеры, поэтому, я думаю, будет за ними интересно следить и в рамках национального чемпионата. 31.28. Уважаемые зрители, 6 минут 37 секунд остается до завершения первой половины. И здесь очень часто и главный тренер команды из Костаная, и главный тренер Аскюбинский «Зенит». Время уже. Папшит. Даллинг Холк. И вот это Монтанаси. Сейчас попытался забросить. Два очка, но это не получилось. Опять, работа, шейм, хуана, скидка. Здесь что? Нарушение правил, да? Вот третий фолк, третий командный фолк. Во второй четверти, напомним, в первой четверти мы по четыре фолка. От каждой команды, и Антон Пономарев пока не прокидает в площадку. Громадно, конечно, у Антона. И в этом году, действительно, он может повернуться и набрать былую форму. Год он провел в составе москетбольного клуба «Астана». Но за этот год с какими-то очень яркими матчами он не запомнился. Предача вкрат, ошибается. Здесь два шара. Астана сегодня одной трех. У нас будет настройки три очка. И выдерживаем. Он не просто не против. Он не против, и он не против. Он не против, и он не против. Он не против. Он не против. 31-28, продолжаем смотреть. Неудобно передача. Такие передачи делать нельзя. Контраатака. Сейчас два очка. я получил недавно вызов подборить раздеть 30 28 5 минут 40 секунд остается играть во второй четверти и снова видим дал вина холм получил и очень неудачно в этой ситуации сыграл сейчас вам принято объясняет такие передачи и отдавать минуты здесь трешка панамарё выплевывает мяч вот таки нормально вот хорошо окуна зуб запросил его вторая вот 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 33 31 снова небольшой это было как-то не получается до команды хозяев паркета вырваться с комфортным счетом вперед постоянно постоянно октябрь прессингует и свои очки набирают стандартная скидка стандартная комбинация ну как же так в этой ситуации Даниэль Брант не смог забить да понятно против него фоллили четвертый фол команды у Ак-Тубе и учитывая что остается еще 5 минут мы увидим конечно с вами бонусные штрафные посмотрим Даниэль сегодня один раз он сегодня смог набрать очки второй штрафной враток 34-31 Даниэль не забрасывает и первый на подборе и конкурс кембе но суди оставляют мяч у команды которая играет в белой форме видимость да что в этом комплексе под названием Кустанай сегодня собрались зрители поддержать свою команду Кустанай баскетбол в мюзек атака вот команды стоим дальше сейчас мяч и Аскар Ахмеджан вновь холостой Пономарев первый на подборе хотел здесь конечно увидеть статистику Антона в этом компоненте быстро атака Ак-Тубе и вот из-за дуги бросает забивает 34-34 кто да знал что Ак-Тубе будет играть вот такой конкурентный баскетбол Александр Папшин набирает свой 10 очко активный матч Альсандр Папшин проводит Шаим не часто сегодня что-то лидер просто нацию бросает по корзине в сборной Казахстана по баскетболу Шаим сам проходит в проходе ну конечно 36-34 Шаим Пуанов напоминает что не зря является один из лидеров в этой команде чем ответит Далвин Хоук Далвин свой проход неудачно первый на подборе Аскар Ахмеджан разгоняет атаку Шаим здесь нельзя да бросать такие мячи в защите нужно сыграть более активно фол 3 минуты 50 секунд у нас остается до завершения первой половины счет 36-34 в пользу команды Табо неудачно трога до 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 константин верный он тоже номер лыжи не омрешь номер антон панамарев антон допты сөзси дверь мега галрада панамаров варсы козыр ой берегис бұл и не ахтыбе командасын бұл қала берет бұл жерде шабуылдай ақтау алипе 14 секунд вақты ақтыбеліктер сапында ең бір сондай сәтті ойна берген біздер александр пақшып 24-шінің өмірлі александр оны пай жина бүлгерді александр ойнал жерде сөз ұл жерде шабуылды және панамаревс бұл қалады бірінші мүмкіндікін қазір сәттіпай ланды және екінші мүмкінді көрсізді бүлгерді бұл антон панамаревтың небәртөртінші қайды бүгін барысында жинаған Играет музыка. Продолжение следует... 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 Играет музыка. Баскетбол Баскетбол Все Это Чement Памарио 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 Бан階 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 Ну и теперь 52-53 минимальное преимущество Ахтюбинской команды Нужно отвечать, но этот третий четверть Действительно радует глаз своим результативным баскетболом Ответная атака из-за дуги И забивает 20-й номер Василий Петрушенец Это был 52-56 Всего лишь 5 полов мы увидели В третьей четверти, это очень мало В первой также было всего лишь 8 Но вот во второй Было целых 12 штук на 2 команды Шаим Куанов лезет под кольцо И нарушает правила игрока Конечно, этот бросок не будет засчитан И сейчас игроки Хозяев паркета будут Начинать свою атаку И за боковой сам Шаим Куанов Ложен туда подойти 52-56 Минус 4 нужно, конечно, отыгрываться Сейчас Шаим Скидка вновь Один остается Никита Тимофеев И Никита Тимофеев 11 очко для своей команды приносит Молодец Никита Хоук Далвин с мячом Бросает Далвин Дальний бросок Ну, очень много Далвин Хоук сегодня бросает Из-за дуги Но всего лишь один раз Его дальний бросок нашел в цель 55-56 Минимальное преимущество Шаим Куанов И против него Как же шикарно Хоук сыграл Перехват Курьезно, конечно, ситуация Шаим Куанов Правила нарушает Ну, конечно, это был вынужденный фол Если бы Шаим не нарушил правила То в 3 в 1 выходили в кольцо Игроки Актюбе Ну, а так Очень грамотный тактический фол Главное, чтобы этот тактический фол Судейская коллегия не причислила к технической Тогда, конечно, будет очень сложно Итак, проигрывает Тобол Во 3-й четверти игра не идет Лидеров незаметен Вообще Антон Быков Незаметен и гриби Лидеры команды Ну, и потери Стало больше Это, конечно, не за усталость Что все выходит Ну, вот такой вот крипич Сейчас бросает Богдан Лач Богдан сегодня В этой встрече Пока очков не набрал Так, и Бахтет Маханалин Александр Евдохимов Ну, и Станислав Травовой Оставил Тобола И местный такой игрок Рустам Валиев Под номером 12 Один раз Бросал из-за дуги Рустам Валиев Ну, удар Бросок, точнее Цель не попал Затяжная атака Тобола Выводит вновь На край угла 18-го номера Никита Тимофеева На сей раз у Никиты Бросок не получается Какие у команды Быков хорошо сыграл на подборе И здесь фол Троих игроков рядом с собой Антон Быков собрал В итоге пробивной фол Сейчас он заработал Два очка Сейчас, конечно, Тоболу пригодятся Нужно вновь выходить Вперед по счету Минимальное преимущество Напомним 55-56 И Ровно полчетверти у нас остается Чтобы посмотреть Этим просто шикарным матчем По две серии Вчера Матч был Вомин Эти команды И сегодня Ответственно Тоболу Повицы Тоболу И Тоболу Легкий мяч У каждого Никита Тимофеев не забросил Таким образом Добрать очки второго шанса Не уступит А чем И Матч был Матч был Камин Как так И Отдал И в итоге Получили Добрать очки На тихо Камин Ну Правильно Правильно И Томат На тишине Матч был Сам Четвертый ключ На следе Вновь Тимофеев Никита Такого Войси Ровно Не получилось На заслон Сюда Сюда Ровно Не получилось Сам Бастает Максим Ваяков И Не забрасывает Первый На подборе Игрок Доболу Остается И Все-таки Перехват Вверху Далвин And One Шикарно Да Сейчас Играл Леонид Далвин Коук Два очка Забросил 55-60 Ну и Будет Один Штрафной Браток И Никому Однозначно Далвин Будет Братать Бонус Штрафной Браток Четыре Пола У Ак-Тюбе Три Пола У Костанайской Команды У меня Отчет 55-60 51 очко Отдал Виному Шланги Иго 15 очко В этой встрече И После этого Образка Вынуждает Главного Линера Костанайской Бүнжины Господин Акимур Акултанов Взять Таймаут Конечно Сейчас Минус Шесть Уже Если Несколько секунд Думирай Спортка Оттостыгу Сенің Сәтінгелуде Команда Алға Женіс Алыс Емес Тарихта Сенің Командан Сенің Жетістігің 1XP 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 Бұл Сенің Женісің Ставкина Спорт 1XP Момент Идем 1XP Команды Вперед 1XP Победа Придет Оставь в истории Свой след Твоя команда Твой успех 1XP 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 Это Твоя победа Национальная федерация Баскетбола Казахстана В сезоне 2021-2022 Проводит 30-й юбилейный Чемпионат страны Выражаем благодарность Спонсорам и партнерам За поддержку и вклад В развитие баскетбола Компания Медикер Спорт Товарищество с ограниченной ответственностью Капитал Сити Центр Фонд поддержки индустрии Туризма и спорта Акционерное общество Транс Телеком Логистическая компания Диэчел Онлайн сервис По продаже авиабилетов Трансавиа Капитал Сити Центр Капитал Сити Центр Диэк Воскресенье Воскресенье Далвин Хоук Добро пожаловать на наш канал! 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 день. Сегодня он набрал, кстати, 5 очков. Не совсем уж такой результат, чтобы хвалить Сергея, но соглашусь с ползатом, что у Артамар сегодня претендентного статуса MVP за Джауни Холк. У него 20 очков, 15 у Павшего Эквирного, у Панамарё всего лишь 12. Ну, а Лидия в составе персонажей команды Эда Шаим Куана. У него 22 очка. Ну что ж, где-то 874 начинается эта встреча. Это очень хорошая атака активности команды и вновь они атакуют Сергей Варматинков с мячом. Открывается здесь Павший Александр Сергея. Неудачная передача, но здесь повезло. Повезло, что Шаим Куанов правила нарушил. Даже если Шаим не нарушал, то мяч достался был Станислав Урова Волк. Станислав сегодня очков не набрал каких. Бахов Маханалин, Багдан Ващ, Евдокимов. Четыре игрока в составе команды из Актюбе. Единственный игрок, который составит Абул очков, пока не набрал. Но, по-моему, Ростанин очень много не появлялся на площадке. Вновь атака из-за дуги и забивает. Ну, шикарно сейчас играет Актюбе. 68,77. Уже минус 9 баллов. Шаим Куанов нужно брать в баскетбольный мяч в свои руки. Инициативу, соответственно, тоже Шаим Куанов открывается. Нет, сам идет. И Павел Ильинский дает. Ну, и без памяти сейчас три очка набирает Аскара Фриджан. Это шестой очко Аскара в этой встрече. Сейчас становится 71,77. Восемь минут еще с небольшим играть. Кабулу нужно, конечно, активизироваться. Ну, и сейчас Актюбе по традиции будет вводить мячом. Только секунд, сколько положено. Никто не знает, на одну атаку баскетболе дается 24 секунды. Перекатываем мяча. Сейчас на пост, да, сделали передачу. Но неудачно. Здесь фол. Без фола Шаим Куанов нужно два спокойных очка с фолом набрать. Но в этой ситуации зачем действовать отомитчикам? Если совершать фолы, то уже надо при первой передаче это делать. Ну, позволили Шаим Куанову сейчас набрать не только два очка, но и еще одно бонусное очко может подарить. Шрафной бросок от Шаима Куанова 73,77. Ну, и учитывая, что Шаим обладает очень хорошей статистикой бросания из шрафных бросков, то сейчас я уверен, что лидер команды Курсанайцев может еще довести до 74. Такие и случаются, не с три всего лишь, хотя мы с этим секундами ранее делаем. Вот так появляется Далвин Хоук. Так же появляется Антон Панамарев, ну, стартовый, да, разыгрывающий, стартовый бигмен. Далвин Хоук, Далвин, очень дальний бросок, ой, здесь повезло, да, Табула, ой, здесь повезло. Быков Антон первый на подборе отдаёт, он сразу передачу Павел Ленину и Нин дальше. Сейчас может получить Шаим Куанов, не спешит. Дальний бросок будет от Руслама Валиева, но вот единственный игрок, который в этой встрече в составе Табула очков не набрал. Конечно, Рустам хочет сейчас отличиться, но нужно, конечно, думать в первую очередь о команде. Команда пока проигрывал, 74-77. Дальний бросок уже опрометчивый, здесь действует первый на подборе Рустам Валиев, нет, это не Рустам. И здесь пол, да, Бул? Да, всё верно, потеря Таим Куанов, здесь не смог своими товарищами по команде набрать очки. 74-77, есть у Октюбер шанс увеличить свой отрыв, вот решение появляется. Ох, Далвин, отличная передача и здесь спокойно Панамарёв. Эх, я ожидал я, что сверху гадет Антон, но нет, сука верного, эффективно. Два очка набрать, 34-77, здесь не получил. Перехват от Павшего Александра, мы не дополнительно в 14-м, и он получит побол на свою атаку. Павел, Иин, и за дуги атакуют у нас Та Балиева, он нет. Таим Куанов, да, это просто? 77-70, тут есть, вот теперь уж два очка, ответная атака, это Актубе, не попадает здесь, Панамарёв не успевает. Вот так, выпивает, да, и здесь не Быков, Быков тоже молчит. Ну, тут 8 очков набрал, вот, наверное, это не так, небольшой. Неужели бросать? Павел, Иин бросает, это степбэк и запевает. 80-79, теперь уже, на данном тренинге, нужно задуматься о таймах. Теперь команда проигрывает, команда проигрывает, Даллинг Коук, совсем такой предсказуемый, что мы наблюдаем, да? Через минуту все может измениться, здесь заступает за линию, чтобы забросить двух очков у бросов, шикарно. Ну, мы как-то теперь впереди, 82-80, встречается Константин Вирный, Ухванов, поработка. В саде, в этом, докладная точка, не знакомь, ухванов, Иин, ухванов, Иин, ухванов, Иин, дальний бросок, вновь, ну, чисто, шикарно в этой ситуации, раздосады, да, тренинг. Максимский грыжим, он обратил сразу на нее внимание, на ее реакцию, да, и, ухванов, шокироваться, он пришел в недовольность, что Ухванов, треха залетает. Добол вновь, впереди, 83-82, но после этой атаки, на стюбе, он доводил вновь, то ему, в своем счете, пять минут остается. Господа, мы с вами в классе, я поздравляю вас, Пономариофф, первый на подбор, конечно, ростом он выше, Антон Буков, они играют за сборную, здесь небольшие проблемы, да, со здоровьем у Антона Пономарева, не показывает нам картинка, и сразу меняет место Антона, выходит Руслан, Станислав Правовой, да, 35-84, впереди, октябрь, и сейчас есть интересное преимущество, чтобы увеличить ранее в счете, Львовин, получает мяч, вот Мишкова, на бок приходит, попал Львовин, передача неудачная, не перехватывает, сам-сам идет, и легкие два очка здесь должны быть, все верно, 85-84, в нож выходит, а был вперед, и здесь уже главный тренер, олимпийский чемпион, упорский футбол на сортопробокоре, Элен Шакирова берет тайм-аут, в счете 85-84, это был, смотри, вперед, и ужас, как ты думаешь, по твоему мнению, кто достоин сегодня победы. Субтитры сделал DimaTorzok, Дима Тайм-аут, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Дима Тайм-аут Доб 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 Д Доб 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Да нисколько, уважаемые зрители. Завершается у нас этот матч со счетом 92-90. Костанайский Табоу празднует вторую подряд победу и закрепляется на втором месте. На первом месте столичный Астана с двумя победами. Эти победы были добыты по траву. И здесь сегодня Табоу догоняет своих принципиальных соперников. Ну, а поблагодарим команду Актубек. Показала она просто и сегодня, и вчера хороший баскетбол. Победы однозначно будут. И ждем следующий матч между этими двумя командами. Знакомые, конечно, ребята между собой. И сейчас Костанайский Табоу и Артемельская команда совершают последние свои действия на матч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok